Я, как и все вы, миллиард раз умирал от скуки на свиданиях за разговорами о театрах, кто я по гороскопу, и продолжать можно бесконечно. Поэтому я решил сделать свое шоу, в котором на свидании можно говорить только о вещах, которые тебя жутко бесят. Потому что негатив объединяет двух незнакомых людей лучше всего. Вместе что-то обосрать — это связь на всю жизнь. Согласны? Мы пробежимся по небольшому блицу с девчонками, где можно отвечать быстро либо да, либо нет. Условно нравится мне, не нравится ей. И потом мы принимаем решение. Если у обоих да, то мы обмениваемся телефонами. Я позову на эту сцену девушку. Я зовут Элина. Давайте встретим аплодисментами. Привет. 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 Так, давайте поаплодируем еще Элине. Ну что, вы жаденые. Да-да-да. Как круто. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты первый раз вот так сидишь перед большим количеством людей? Ну да. Всем привет. Да. Ну да. Пока похоже, как будто кастинг в проститскую порнуху. Ну ладно. Так, ладно. Все, что я здесь говорю — это шутки, да? Это все шутки, это все несерьезно. Твоя анкета — здесь написано, что тебя бесит, когда обесценивают твою работу. Да, это неприятно. И дело не в том, что тут будет просто меня бесит, я такой — вот это да и конец. На все бесят у девчонок будут истории. Они их обязательно нам расскажут. Вот касательно твоей работы, да? Здесь у меня есть уточнение, что тебе кто-то сказал — нужно нормально выполнять свою работу. Да. Пожалуйста, расскажи, что произошло? Я массажист, поэтому я очень люблю свою работу, мне это нравится, но некоторые люди, мужчины, неадекватно воспринимают, неадекватно это воспринимают. Они думают, если я делаю массаж, я могу сделать что-то еще. В смысле, подожди, что-то еще? Вот я тоже спрашиваю, в смысле? В смысле? Они такие, «Ну, в смысле?», «В смысле?», «Вот». Подожди, и все, у вас другой диалог, он такой «Ы?», «В смысле?». Но люди да, как-то, в переписках более смелые, если речь идет о переписке, и там уже просят в открытую что-то сделать дополнительно. Типа, не-не, ты стесняешься, говори как есть. Подрочить. Да, ну надо было постесняться, конечно. А может такие слова говорить? Да, 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 конечно, можно. Да, 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 давай заменим, чтобы не было, типа, прям, для кого-то резко, может покажется, давай теребонькать, говори. Хорошо, да, да. Подожди, и что? Тебе кто-то предъявил претензию, я так понимаю. Претензию, да, но это уже было, да, достаточно странно, я смотрю на сообщения, у меня последнее, там много уведомлений, последнее, работу свою надо нормально выполнять, я открываю, и там такой прям монолог у человека. Вы меня извините, пожалуйста, но что значит нет интима? Вы вообще-то массаж, возмутительно, да, правда? Вы вообще-то массажист и обязаны, как профессионал, выполнять все виды массажа, в том числе и эротический. Что значит нет интима? Бред какой-то. Вот, такой был. И дальше, на работу свою надо нормально выполнять. Вот так. Да, и у нас теперь это шутка. Ты понимаешь, что еще слово «в смысле» для нас, парней, оно неоднозначно звучит? Что? Ну, когда ты говоришь… Нет, нет, нет. В смысле? Это типичный мужик. Ну, типа, ну все не так однозначно. Она на меня посмотрела. Наверное, она меня хочет. Нет, нет, нет. Когда ты говоришь, типа, в смысле, это может быть, типа, объясни, что ты хочешь. Типа, я первое ничего не сделаю. И поэтому, может быть, парень… Ну, я так думаю. Так, ладно, походу, не складывается, да? Не-не-не. Да я тебя прекрасно понимаю. Смотри. Это намек. Конечно, это точно. Она намекает. Шутки шутками, но это реально очень некрасиво. Правда. Без шуток. Реально. Ну, когда парень обесценивает, ты делаешь массаж, и он такой, типа, а подрочить? Ну, я просто… Всем нам было бы неприятно. У нас у всех разные работы, разные… Ну, то есть, да, вы же, как бы, не подходите к человеку. Вы не подходите, вот, к официанту подошел, ну, типа, сделаешь. Ты же, когда идешь к гинекологу, ты не надеешься, что она тебе там еще что-то еще потрогает? А вы не за этим туда ходите? А зачем вам такое кресло удобное? Ладно. Так, хорошо, хорошо. Я с тобой полностью согласен. Мне было бы неприятно выступать перед людьми. Они такие, блин, было весело, конечно. А может, еще, да? Да. Вот эта же штора не просто так. Давай за ней соберемся. Да, да. Я прекрасно понимаю. Ну, хорошо. Я тебя здесь поддерживаю. Это очень неприятно. Реально бесит. У тебя есть еще один пункт. Еще один пункт. По-первыхому, я с тобой согласен. Меня тоже бесит. Мне неприятно, если я выступаю. Между прочим, мужчин-массажистов тоже просят потери бонька. И, как вы думаете, кто? Тоже мужики. А где ты работаешь? Ты где-то в GTA работаешь у вас салон? Это просто... Это действительно стандартно. Я тоже об этом не знала, пока не начала работать. Просто пишут люди тебе сообщения. Это и мужчинам пишут, тоже мужчины. Как ни странно. Ну, вот так вот. Так, такая. А у тебя... А? Сейчас, сейчас. Там кто-то решил, что это интерактивное. А я готова уже была поддержать, да? Что вы сказали? Хорошо. А скажи, пожалуйста, у тебя так в жизни было? То есть, ладно, это на работе. А в жизни у тебя с этим проблемами бывает? В смысле? Типа, я прихожу на свидание. Ну да. Нет. Ну, это же просто вопрос. Нет, я девственница. Да, да, да. Ладно. Дальше, что там у нас было? Попробуй, куда? Да нет, ты говори. У тебя... В целом нормально получается. Да. Да, хорошо. О, а дайте спрошу вот что. А бывало наоборот, что ты такая пришел, просто невероятно клевый тип, и ты сама к нему пристаешь? Это все парни, мне кажется, об этом и мечтают. Это их голубая фантазия, чтобы он пришел, и незнакомка внезапно его захотела. Ну, не такая уж и голубая, по-моему. Вообще нормального цвета фантазия. И они вот об этом мечтают. Ну, ребят, так не бывает. Хорошо, у тебя здесь написано, что ты ненавидишь... Не то, что ненавидишь, тебя бесят мужчины, которые перекладывают на девушку ответственность, куда мы пойдем. Ну, да, это странно. Мне не нравится. Тебя это бесит? У тебя был, наверное, такой парень, который все время такой нутрижит? Ну, это скорее собирательный образ, что мужчины, когда пытаются с тобой знакомиться, вот на каком-то начальном этапе, они не знают, куда тебя позвать, они не знают, как привести время, не знают, что делать. И они как-то... А куда мы сегодня пойдем? Ну, может, мне тебя еще и забрать, захватить, привезти, накормить. Ну, то есть как-то... Слушай, ну, мне кажется, пойдем, это же все-таки идет от того, что ты хочешь, чтобы девушке было максимально комфортно. Да, но это вот, конечно, я говорю, без перегибов, что мы сегодня идем туда-то, и все, и никаких вариантов. Но как бы, опять же, когда мужчина там уверен в себе, он может предложить несколько вариантов. Потому что... или спросить, просто спрашивать, что тебе нравится, и исходя из этого предлагает. А тут прям, ну, как бы, вот, я не знаю, что делать. Давай ты сама решишь. Ну, если парень будет думать только о том, что ему нравится, если везти тебя туда, где мне клево, то мы будем первые восемь свиданий в кальянках сидеть. После этого пойдем на компы, поиграем в Counter-Strike. Ну, я думаю, ты не сильно кайфанешь. Поэтому это жертва с нашей стороны, когда мы говорим, куда ты хочешь? Ну, ты можешь спросить и, исходя из ее интересов, как-то подобрать. Ну, то есть, решить сам, куда мы идем. Допустим, она любит что-то там, пони, и ты ведешь ее на конную прогулку. Ну, условно. Не знаю, почему пришли в голову пони. Пони? Ну, почему бы и нет. Ну, да, как вариант. Записывайте. Ну, смотри, тут еще вот какой момент. Я, например, не буду лукавить, я скажу честно. Меня, например, самого бесит. Я ненавижу заниматься деталями. Типа, вот, куда мы там пойдем? Наверное, ну, это не прям деталь, это важный момент, потому что в целом это определяет вечер, те... Сейчас, прости, пожалуйста. Тут, блядь, свадьба! Когда-то закончится, блядь! Вы просто на зло! Там шесть человек, а, блядь, чокнулись раз в восемь тысяч! Я в шоке! Просто как... Там, походу, солевые сидят и вот так... Друг с другом просто чокаются. Вас сильно слышно, пожалуйста! Скажу честно, то есть я не люблю вот это, типа... А вот подскажи мне, что здесь покушать? Вот в этом ресторане? Вот что здесь... Не, ну, когда спрашивают... Я, кстати, скажу, когда спрашивают девушка, подскажи мне, что тебе здесь нравится? Я, например, ну, не знаю, сколько денег у человека, на какой он бюджет рассчитывает. И я, как бы... Ну, блин, косай! Ну, я не знаю! Ну, да, там, как бы я... Поэтому, когда спрашиваю, примерно хочется понять, что бы он посоветовал мне заказать? А, типа... Какой у него размах, да? Ну, да, я имею в виду... Вот, может, он, да, что-то... Скажут, вот салатик за 450 рублей. Да, нет, такого не бывает. Нет таких типов. Если ты уже пришел в девушку... Ну, нет, я образно... Ну, если ты пришел, я и говорю, я, как бы, образно прикидываю, может, да, что-то он посоветует, в каких он рамках. Но что такого не бывает? Все у нас миллионеры. Да, нет, речь уже не о миллионе. У них золотая карта. Речь же не о миллионе. Ну, окей, посидите вы в ресторане на 5-6 тысяч рублей. Ну, парень же не... Ну, я не знаю... Так, я же не знаю... Да. Для него это нормально или нет? То есть, я же не могу вешать какие-то свои ожидания на там совершенно незнакомого человека. Ты просто смотришь, когда он пальчиком ведет, если он проходит по рябаю, и у него палец трястись начинает, то такая, ну, ладно, давай что-то другое. Ну, окей. Рябай не заказывается. Но здесь я не буду говорить, что я прям полностью с тобой согласен, потому что, действительно... Вот, смотри, хорошо, вот, тогда давай так, давай на чистоту. Ты такая, я не люблю, куда парень... Типа, а куда мы пойдем? Я не люблю... А что на тебе? На тебе что? Вот я, парень, я все организовать должен. Подожди, а что я должна на первом свидании организовать? Я себя. Ты себя организовываешь? Нет, ну, как, опять же, на первом свидании, это тоже вопрос к бюджету. А куда ты хочешь? Опять же, парень как-то выбирает же исходя из своих возможностей, а так можно нарваться на что угодно, там, может, я хочу. Хорошо, давай, назови вот сейчас, пожалуйста. Вот смотри, денег бесконечно. Это обычное мое свидание, на столе вода, а я говорю, денег бесконечно. Не, ну вот смотри, вот куда ты хочешь, например, вот мы в городе Москва, это один из лучших городов на свете. Здесь много куда можно пойти. Нет, ну на самом деле, я бы хотела, наверное, куда-то, куда-то в более тихое место, где можно спокойно, где будет не очень шумно, не накурено, в отличие от кальянки. Да. Ну, кальянное тоже можно. Да, да. Видишь? Где можно именно спокойно общаться. Да, да, да. Вот, что-то такое. То есть... Ну, как бы, ты выбираешь просто место комфортное тебе. Там очень спокойно общаться. Ну, не накурено. Да, я на этом акценте. Не накурено. Хорошо. Ладно. Бесят нетактильные люди. Ну, не нетактильные, ну да. О чем здесь речь идет? У меня был молодой человек, которого постоянно все раздражало, когда я его трогала. Не знаю, может, ему просто не нравилось. Реально? Его... Он все время был... Например, его нельзя было целовать после 11 вечера. В смысле? Прям четко время было? Ну, он просто... Я ему шутрирую, но он как-то, да, так сказал, в 11 вечера у меня болит голова, все, не надо меня целовать. И вот я шутила, да, тебя нельзя целовать после 11 вечера. Во время секса его нельзя было трогать нигде, он психовал. В смысле? Во время секса не надо? Я не знаю, почему. А как у вас он проходил? Ну, вот как-то так. Типа через VPN как-то? Через простыню. Нет, не через простыню, я шучу. Боже мой. Ну, просто нельзя было, да, его трогать, он вот сбрасывал мои руки, его это раздражало. Когда мы ночью лежали, я его задела на голову, мне, ну, как-то так, пнул, ну, пнул. А ты уверена, что это твой парень был? Так, я не знаю, я шучу, может, я ему просто не нравилась, но просто вот нервный человек. Боже мой. Ну, не я, но его раздражал вот этот звук, как-то там тоже он на меня накричал. Нельзя было громко пить чай. А что это вообще? Как это? А как? Нервная система. Он прям, он клинился, орал, кричал. Нет, он не кричал, он говорил, можно так не делать? Ты что пьешь чай? А, скажи, пожалуйста. Не то, чтобы я такая. Ну, как бы просто, просто глоток делала. А как ты пьешь чай? Покажи, пожалуйста. Давай, покажу. Сейчас, просто проверим. Да нет, ничего противного. Вот, да, я говорю, там просто был обычный глоток, но вот не надо было глотать. И ногтем касаться, я понял. Слушай, ну, претензии, конечно, невероятные. Но это, ну, под определение нетактильный мужчина подходит, конечно. Да. Потому что я изначально... А, еще нельзя было... Ну, это так... Я не знаю, можно это рассказывать. Договорите, моя. Короче, нельзя было дрочить. Ну, типа... Да что за жизнь у тебя такая? Я в шоке. Тебя то заставляют, то запрещают. Он говорил, что это... Ну, в смысле, в интиме я имею в виду. Он говорил, что это энергию, вот. Что он... Что это, короче, выброс энергии в пустоту. Так тебе вселенная посылала на работу. Разгрузку. А ты такая, нет, я пойду домой. Боже мой. Я вот про что говорил, что я пытаюсь быть идеальным, чтобы что-то не накосячить. А тип вообще просто жил свою жизнь. Ты можешь на одной ноге ходить? И она такая... И он такой, да, блядь, что ей сказать, чтобы она обиделась уже. Хорошо. Насчет нервных людей, бесит наши, тоже совпадают. Насчет всего остального, это вопрос, надо разбираться. Хорошо, с анкетой все. Давайте поаплодируем Илине. Да, вообще очень смешная ты. Очень смешная. Теперь я попрошу, я попрошу Марика значит, зачитать нам Блиц. Итак, настольные игры. Да. Нет. Игра престолов. Да. Нет. Да, блядь. Начало не очень. Поход в горы. Поход в горы, да. Кальян. Да. Нет. У-у-у. Марик, Блиц это когда быстро, а не когда газету читаешь. Каршеринг. Да. Я не божу, не знаю. Да, нет. Мелодрамы. Да. Нет. Стриптиз на день рождения. Нет. Да. Если что, вы знаете, что мне дарить. Простить измену? Нет. Нет. Вы отличная пара. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Марик просто меня сливает. Хорошо. Итак, насколько я понял, вы исправьте меня. У нас было три совместно да и семь нет. Хорошо. Отлично. Пожалуйста, самое время, блядь, какой нелюбимый момент. Он уже мой нелюбимый момент. Смотри, сейчас надо принять решение. На счет три мы показываем свой вариант. Не показывая друг другу предварительно. Меняемся телефонами или нет, что значит, типа, будет ли еще свидание или нет, и совпали ли мы по интересам. Речь идет о интересах. Окей? Ты готова? Ты выбрала свой вариант? Да. Да? Хорошо. Так, ну давайте, сейчас подождите. Блядь, эти все видят. Да. Ладно. Ладно, хорошо. Хорошо, все, я готов. Я готов. Давайте, раз, два, три. Ладно, бесплатно не подрочат, конечно. Да. Можно мне, пожалуйста? Да. Элина, спасибо тебе большое, было очень круто. Спасибо, что пришла, хорошего тебе вечера. Ой, спасибо огромное. Это тебе, давайте поаплодируем еще. Все, пока. Давайте встретим на этой сцене Лизу. Здесь написано, меня бесит, когда храпят. Да? Тебе бесит храп? Я ненавижу. А у тебя пришлось пожить с человеком, который храпит? Да, да много кто храпит. Ты храпишь? Я думаю, что да, не буду лукавить, я думаю, что я храплю. Да, да, потому что, я знаешь, почему так думаю, то есть я не очень уверен. Ты просыпаешься от своего храпа, тебя пугаешься? Нет, не, подожди, почему ты смеешься, я еще не признался ни в чем. Ты уже угораешь. Нет, смотри, хорошо, есть виды храпа, есть храп, который равномерный, да, типа, Это немножко даже как кот, это чуть убаюкивает. Ну да. Но есть, я соглашусь, меня бесит храп, который такой типа... Ты слышишь там в соседней комнате уже, со второго этажа, наверное, нет, он как будто тишина, как будто человек такой... Вот такое, понимаешь? Это страшно, тут я согласен, это бесит. Как будто он сейчас умрет. Но если, а ты не храпишь? Нет. А ну докажи, спать легла. А ну спи. Ну, я попробовал. Хорошо, и что с храпом связано? Ты пожила с кем-то, кто сильно храпел? Ну, вообще я сталкивалась со многими людьми. Извини, я иногда делаю акценты на очень важных вещах. И кто-то захрапел в этот момент, и тебя это выбесило? Да. Ладно. Мне все нравится пока. Отлично. Хорошо, хорошо. И что, и что? Да. Так, а что? Так. А, ну да. Да. Просто человек сильно храпел. Ну, потому что ты пытаешься там видеть прекрасные сны и заснуть, и тут вот это вот рядом с тобой свинюшка лежит. И что это такое? Ну, согласен. Нет, это прям ужасно, когда, знаешь, человек храпит так, что ты реально слышишь, мне кажется, с улицы его. Это ненормально. Ну, и да, и так жить невозможно. Нет, мне вообще это бесит. А ты знаешь, люди привыкают. Засыпают же под телек там. Нет. Ну, вот возле трассы, когда живешь, ты слышишь, как машины ездят, и ты такой, блин, теперь не могу уснуть, пока не услышишь, как тачка. Нет, я с тобой согласна, да, но не с храпом. Но тачки не храпят, я понял, Хорошо, ладно, все, тут вообще, окей. Нет, но только при условии того, что я первая засыпаю, а ты там уже сам. Отдельно, то есть можно раздельно, нет, можно раздельно спать, верно? Да, можно вместе. Это решение. Ненавижу обманщиков, но тут сложно пока не согласиться, что тебя бесят парни, которые обманывают, и делают это еще и часто. Расскажи, пожалуйста, что за история за этим стоит? У меня были отношения, и у меня был парень, который постоянно, как он говорит, я не договариваю, я тебе не обманываю, просто не договариваю. Такая, ебать, спасибо. Слушай, ну пока мне нравится, я тебя не обманываю, я не договариваю. Да, я просто не договариваю, это окей. Короче, типа у меня холоми. Ну ладно, так, хорошо. Да, окей. Вот, один раз он мне, я говорю, вот мне нравятся эти духи, я их так хочу, мне было бы очень приятно, если ты мне их подарил. Он такой, закажу тебе, я такая, отлично. Я говорю, ну что, где прошла, там, не знаю, неделя. Он такой, я их заказала, я говорю, хорошо, я говорю, посмотри, где они. Он такой смотрит, ну вот они там где-то на почте. Я говорю, хорошо, а ты их заберешь? Он говорит, да, да, прошло пару дней. Я говорю, я сама их заберу, скажи, куда сходить. Он мне говорит, адрес, я прихожу на почту, а там, получается, постаматы были. я вбиваю номер, как дура стою, а такого номера нет. Я говорю, а точно тот номер? Да, да. Короче, суть в том, что он их не заказал, он мне до последнего момента затирал то, что, да, они там, ну, видимо, не доехали, да, они едут, да, почему их нет, давай, я разберусь. А потом такое, прошло еще неделю, он забыл вообще. Я говорю, а где духи? Он говорит, а какие духи? Просто вот так он тебя вообще не супер замысловато обманывал. Он говорил, иди, иди, возьми, там есть? А ты с Мурадом этим, таксистом встречалась? Который такой, что нормально сделаю тебе, на почту сходи, нормально сделаю, блядь, эту землю. Он тебя просто вот так обманул. Ты такая, алло, это же должно было произойти? Ты такая, алло, тут нету такого номера. Да. И что он говорит? Он говорит, не знаю, может я типа ошибся, давай это потом, иди обратно, давай потом разберемся. А обратно иди, куда ты приходишь, там уже не квартира. Да не важно, просто говорит, домой иди обратно. Он замки поменял уже. Номер поменял такой. Хорошо, но это один раз было, да? Или так было несколько раз? Да, так было постоянно. Были часто моменты, когда я себе купила кроссовки, он ходил, всем такой, я ей купил кроссовки. А, я понял. Я такая, я сама их купила. Он такой, я купил кроссовки. Эту сумку я ей купил. Я говорю, ты мне ничего не покупал, ничего? Я знаю этих типов, это которые на свидание, салют идет, это типа, это для тебя. но есть такой, да, 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 я понял, который чужими приколами пользуется. Хорошо, ладно. Ты тоже так делаешь? я? Я? Слушай, я так не делал, честно говоря. Не, я и настоящий не буду врать, ну, салют никому не заказывал, но и чужой тоже себе не присваивал. Да, 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 ну, то есть, такая тема, я как бы честно тебе скажу, да. Я не думал, что это достойно аплодисментов, что я просто адекватный. Я тоже так обычно делаю. Как? Я говорю, это царю для тебя. А, ты так делаешь? Боже мой, это мелодия. Это про мой смех? Здесь еще, не, у меня в голове просто. А, давай, давай. Короче, очень часто люди, им нравится мой смех. Не нравится? Нравится, конечно. я поэтому это не люблю. Хотя, нет, был случай, когда моя знакомая сказала, Лиза, смейся потише, а то мужа себе не найдешь. И я такая, в смысле? Она говорит, ну типа, пугающий очень смех. Короче, обычно люди на мой смех, у меня есть знакомая, она записала меня как-то на диктофон и говорит, а она визажистом работает. И она говорит, когда невеста сидела, вот так трясула сестя, она говорит, я просто включаю твой смех. Она говорит, у меня страница не поднимается. Она говорит, я даже на будильник поставила. это че, серьезно? Я вот думаю его запатентовать. У него будильник, твой смех? Да. Вау, прикольно. Я говорю. Да, да, да. Мне кажется, после такого смеха всегда должно звучать и твои дети, вот так. Да, да, ну вот что такое, типа, никогда не сбудется, вот так. Ну, никогда не сбудется, вот, да, хорошо, хорошо. Аня, итак, хорошо, смех отличный, на самом деле, это окей. Ненавидишь еще ревнивых? Тут написано, что тебя бесит ревнивые. О, да, там такая история была, короче, я в пред... Короче, слушай. Да. Там была такая история, ну, в общем, он был очень ревнивый, безумно, я таких людей никогда не встречала. И я работаю 11 лет моделью, и для меня нормально, в принципе, что я общаюсь с мужчинами, с девушками и так далее, и для меня это нормально. Просто если я в отношениях, то я вернуюсь, ок, как бы, я могу общаться с кем-то. А если ты не в отношениях, ты верная? Сама себе, да. Ну, вообще, в принципе, окей. Конечно. Да, да, хорошо. Вот, и был момент, когда мне звонит заказчик, причем это была крупная реклама, мне он звонит, мы общаемся по поводу съемки, влетает просто, как пуля, вырывает телефон и начинает, ты че, охуел, не звони сюда больше, пошел бы. И я такая, чего? И че за имя такое, Данон, блин? Ты француз? Реально, он приороновал к съемке. О, ну, слышал, что какой-то мужик звонит, да он такой, ты че, блин? И просто такой, какого хрена? Так это еще ладно, я в афиге, мне стыдно. Я такая, все нормально, да? И я просто уже боялась, того человека неадекватного. Потом был случай, когда я просто просыпаюсь, у меня должна была быть съемка, он залез в мой телефон, я пока спала, это было так, он брал мой телефон и такой, фейс, это, фейс-айди, такой чик-чик. разблокировал твой телефон. Я не знаю, я думала, во сне это не делается, оказывается, ты спишь? Ой, не думала, не делается, это вы придумали вообще, девчонки, так телефон разблокировать. Я не лазил в телефон. Реально, никогда? Нет. Поклянись чем-нибудь, что тебе не важно абсолютно. Клянусь своим котом. Это самое святое у меня. А я сказал, что тебе не важно. Нет, я тебе просто говорю, что для меня самое важное. Ага, все, все, ты по своим правилам играешь. Отлично, вообще, круто, тебя характер, я заценил. Так, и что? А что говорил? Я вспомнила. Вот, он просто отменил мою съемку. Я такая, классно. Так, ну давай, давай, пришла моя очередь, наверное, тоже все это как-то подытожить. Тебя бесят ревнивые парни. Меня, ну тоже, да, я думаю, меня бесят ревнивые парни. Меня бесят ревнивые девушки тоже, я соглашусь. А мне до парней, какая разница? Ну ладно. Я вообще всю жизнь делал все, чтобы никогда не было сомнений на мой счет. И все пришло к тому, что ты перед толпой людей такая, а парни. Хорошо. Да, ревнивые девушки точно бесят, сто процентов. Это напрягает, поэтому тут мы с тобой точно совпадаем. До этого у нас с тобой было, что ты ненавидишь обманщиков. Девушки, которые меня обманывают, ну я такого не помню. Как будто бы все очень искренне говорили, да, мне очень нравится, продолжай. Там лжи я не видел. Да, и плюс бонусом, прикольный смех. Да, это очевидно, точно. Смех вообще потрясающий. Тебя бесят нестандартные подкаты. Да, да, хочу тусовки. Ну здесь написано тусовки, подкаты. Ну пусть будут тусовки. Короче, история была такая. А я пришла к подружке, она жила с парнем, и пришел друг, короче, лучший друг этого парня. Я ему понравилась, он начал ко мне как-то там подкатывать, причем шутил очень дебильно, я этого не помню, я помню, что я сижу и думаю, нужно его убрать отсюда, ну типа, это было максимально странно. Да, да. И он мне настолько задолбал, он сидит и говорит, а ты знаешь, что есть стекло, это полезно. Я говорю, ну сожри этот бокал. И он берет бокал и начинает грызть, он его грызет и жует, и жует, грызет, и жует. и моя подруга стоит, это мои любимые бокалы. Я в офиге, ну я не думала, что существуют такие дебилы. Он жрет бокал, и типа, смотри, как я могу, я классный. Короче, он сожрал полбокала, жует, и он прям показывает язык, типа, смотри, говорит, а там такие мелкие, короче, он даже поцарапался чуть-чуть, чуть-чуть, не, он чуть-чуть, ну фокусники что-то как-то делают, я не знаю, может он осмотрелся на ютубе фокусников, решил повторить, ну короче, он проживал этот бокал, я сижу, понимаю, что тут какая-то дичь происходит, я говорю, ладно, давайте вы оставайтесь сами, я пошла домой. Я ухожу домой, этот бежит за мной, бежит такой, подожди, Лиза, прости меня, я такая, отстань от меня, я домой, нет, давай, проведем время вместе. Я в доме, если эта ситуация воспользовалась, да. Ну короче, в итоге он мне такой, пожалуйста, поехали ко мне, проведем время вместе. Ты же понимаешь, что это не самое болючее, что было? Самое больное для него было потом, когда он сидел дома на толчке и просто такой, блядь, какой ужас. мог просто сказать, как тебя зовут, и что, он сожрал пол бокала, чтобы тебя впечатлить, и ты отказала? Да. Почему? Он был боек. Бесят неадекватные люди. Неадекватные люди? Ну да, когда, знаешь, они несут какую-то хрень, пытаются что-то из себя там, показать, какой я классный, смотри там, это очень странно. Да, у меня, кстати, классный был всегда. Ты ведешь себя, как обычно, настоящий. Естественно. Естественно, да. Окей, хорошо. Неестественные люди, да, окей. Давай быстро двигаться дальше. У нас еще бесит, что парни относятся предвзяты к твоим хобби. Угу. А что у тебя за хобби? Ну что это за хобби? Я художник. Ты художник? Да. Вау, давайте поаплодируем. Какую-то... Да. Я пишу мужчин. Пишешь мужчин? Да. Отлично. Голых. Ну, средний? Не всегда. Не всегда? Не всегда. А зависит от них или от тебя? От них. Ну, мне не принципиально, в трусах он или без, как бы. Как не принципиально? Там же все-таки разница прям есть. Я сама нарисую, если надо. Да. Единственное, очень нравится портрет. А почему я белый, а он черный у меня? И размером с... Не буду продолжать. Ладно. Хорошо. А как это так происходит? То есть, ребята платят тебе за то, что ты их нарисовала? Было бы здорово, если мне платили. Пока не платят. А как ты? Ты просто где-то на Савеловском просто типа с баклажкой рисуешь? Или как? Как это происходит? Я просто никогда в жизни не слышал объявления, типа рисую, голыми. Нет, на самом деле мне всегда было стрёмно. Я такая думаю, блин, а как мне вот подойти, сказать, что может быть ты мне попозируешь? А потом я думаю, блин, это классно, тогда же можно знакомиться подходить. И я когда-то подошла к одному парню, мы снимались вместе для одного фитнес-клуба, а я подхожу, такая, в зале никого просто. И я такая, да. Привет. Он такой приятный, я говорю, ты понимаешь, мы снимались вместе? Он говорит, да. Я говорю, слушай, я художник, давай ты мне попозируешь. И он такой, а где ты рисуешь дома? Я такая, нет. В студии говорю. Он такой, ладно. Подожди, ты ему сказала сразу, что типа, я тебя буду рисовать голым? Нет, я ему сказала, что ну ты можешь быть в шортах, это не обязательно. Но он был в шортах. А потом, через время, он пришел в нашу мастерскую и позировал голый. Я говорю, в смысле? А почему мне голым не позировал? Ну, потому что у тебя слюни шли и глаза какие-то были странные. Голый мне, голый, вы дома? Я тебя ненавидываю. Ну, мало ли, может быть. Да, так и было. А в студию его пригласили, тебя попозируйте голым. Да, хорошо. А еще часто я говорю просто на своей картине, это же мои дети, это частичка меня. И именно на парнях я говорю, это мои мужчины. И многие такие, все? Я такая, в смысле? Да. Они такие, ну, в смысле, ты со всеми спала? Я говорю, я не сплю со своими натурщиками. И такие, как? И один раз парень был, который мне сказал, типа, нарисуешь меня? Я говорю, нарисую. Он такой, только через постель. Я говорю, тогда не нарисую. Он говорит, ну, это мы еще посмотрим. Я такая, ой, ну и все. А восприняла бы это все буквально? Нарисовала бы его и перед ним постель. И сказала бы, ну, вот через постель получил. Это классная идея. Да? Все, пожалуйста. Так и есть. Я, да. Мне нравится? Одна тут отдыхаешь. Извините, я с козырей пошел уже. Не важно даже, какая внешность, просто, чтобы мне тело понравилось. Тело понравилось? Ты продаешь эти картины? Да. По чем мужик? Ну, смотря какое, тридцать. Тридцать тысяч? Тридцать тысяч? Да. Под аплодисменты наших зрителей Блиц. Поехали. Блиц. Да. Блиц. Пересматривать советские комедии? Нет. Да. Да, хорошо. А Шурик? Обсудим потом. Ножками трогать друг друга под одеялом. Что? Ножками трогать друг друга под одеялом. Конечно, у меня ноги постоянно мерзнут, да. Холодные ноги? Нет. Нет. Рок-музыка? Возможно. Скорее, нет, чем да. Иногда. По настроению. Тик-ток? Да. Да. Гороскопы? Нет. Да. Театр? Да. Да. Каждый год новый айфон? Нет. Нет. Не обязательно. Секс с примерочной? Да. Не знаю, не пробовала. Нет, ну она говорит либо да, либо нет. Да, наверное. Ну, наверное, да. Хорошо. Ужастики? Нет. Нет, я не знаю. Жить со свекровью? Нет. Поздравляю, Блиц окончен. Да, отлично. Кто-то считал? Кто считал? Сколько с чего? Шесть. Шесть плюсов, четыре минуса. Хорошо. Подожди, а ты кто по гороскопу? Нет. Я телец. Я тоже. Отлично. Теперь, твоя задача, не показывая мне, не показывая никому, на счет три, показать, либо да, либо нет, где мы не меняемся телефонами, просто круто поболтали, либо да, ты за обменяться телефонами. Хорошо? Договорились? Все. У нас на счет три надо, типа, ответ. А, подожди, я показал уже тебе. А мы не смотрим только? Я не смотрю, я даже не буду смотреть на тебя. Отгаднись. Ты скажешь свое решение, я скажу свое решение. И сейчас, подожди, я сейчас выберу, обменяемся ли мы телефонами или нет. Хорошо, давай на счет три. Раз, два, три. Сработало. Да, отлично. Спасибо тебе большое, мы обязательно это сделаем, только там уже, за кулисами. Давайте еще раз поаплодируем, поблагодарим. И спасибо тебе огромное, что пришла, приятно было познакомиться. Заимно. Спасибо. Все. Так, давайте под ваши аплодисменты встретим на сцене Дарья Валерьевна. Вау, привет, привет. Привет, меня зовут Дарья, очень приятно познакомиться. Да, взаимно. Как будто чуть-чуть, давай поженимся дальше, Пожалуйста, присаживайся, Дарья. Я не знаю, подслушивала ты или нет. Давайте еще раз поаплодируем, я в шоке. Да. Так, а по правилам шоу нельзя сразу, типа, телефонами меняться? Марик молчит. Ладно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь была вот так, сидела перед людьми? Честно, я даже не смотрю в эту сторону. Ну, сегодня я хочу всем помахать. Давайте поаплодируем. Не, 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 ребят, я попросил, давайте поддерживать. Давайте поддерживать. Да. Хорошо. Я буду тебя спрашивать про твои бесят. Ты мне будешь рассказывать какие-то истории. У тебя же есть наверняка связанные истории, например, с тем, что тебя бесят близнецы. О, ненавижу близнецов, мне очень страшно становится порой. А скажи, пожалуйста, речь идет о знаке зодиака или о людях, конкретно близнецах? Знаешь, мне кажется, близнецы мне так же не подходят и по знаку зодиака. Что не так с близнецами? Какие тебе странные близнецы? Давайте сначала выпьем, поднимем, пожалуйста, вот эту воду за близнецом. Ну ты тут, я тут умолял ни пить, ни чокаться, но ты все сбила. Хорошо, хорошо. Давай. А за что мы пьем? Чтобы страхи уходили и не было близнецов в жизни. Ну я не против близняшек. Я, извини, пить не буду здесь. Давай сама, без меня. Ну нет, одна я не пью точно. Хорошо. Ну расскажи, пожалуйста, правда, интересно. Что было? Да был один момент, познакомилась я в Сочи, после операции прилетела на отдых. А это не так важно, ведь мы сейчас говорим, о близнецах, правильно? Да. Вот. И гуляю я, в общем, по Сочи парку, все здорово, думаю, сейчас хожу на набережную, скупаюсь, вспомнила, купаться мне нельзя было, хотела я просто позагорать. Какая-то ножа была. Иду я, гуляю. Ну да, ты говоришь, я посижу. Гуляю, гуляю, и тут, хоп, едет, в общем, такая карета, я такая думаю, здорово, и тут мне кричат, девушка, девушка, давайте мы вас подвезем, ну, в сторону набережной. Я же такая, не-не-не, спасибо, спасибо, я дойду, что я не в состоянии после операции дойти, в состоянии, не только дойти, но и доехать. Ведь я сегодня здесь, хотя, третий день только, я на реальной обитации. На чем? Здесь, сейчас говорю, сижу перед тобой, и рассказываю интересную историю. В общем, я отказалась в тот момент поехать. И что, и что? Ну так вот, смотри. Он сделал круг и вернулся к тебе. кто он? Я же даже не сказала, кто там едет. А, то есть в карете даже не мужчина. Ну ладно, пожалуйста. Ладно. Там сидела женщина, с парнем. Офигеть. С мужчиной. Да. С парнем, молодым парнем. Да. Он был такой, брутальный, скореглазый, с бородой, харизматичный такой, знаешь? Меня там не было, если что. Да, да, да. Я не женат просто, я поэтому. Ну так вот. Я еще раз отказалась. Так. Вижу, проезжает снова карета. Думаю, боже мой, почему меня все время преследуют одни кареты, понимаешь? Думаю, ну здорово. Уже другая карета. Я же принцесса. Думаю, стоит покататься. Правильно? Да. Ну вот, возвращается снова. Я говорю, да погнали. А она говорит, да садись, садись. Я думаю, ну все, свой человек, женщина говорит. Ну типа, садись, садись. Я думаю, все, я свой человек. Говорю, да погнали. Вот так прям, знаешь, погнали. Как сказала, я не помню. Погнали. Все, все, все. Сейчас выкупил. Именно. Я представляю уже вот этот кадр, как, погнали. Будет замедлять. Да, да, или нет. Или нет. Жизнь, она по-разному складывается. Так, у тебя девушка, говорит, ну просто она так, женщина. Женщина, смотри, да. Потому что ты такая, ну наверное не страшно, потому что это тоже девушка. И она еще такая, садись, садись. Я говорю, погнали. Блин, кстати, неплохой лайфхак, да, пацаны? Просто с собой женщину возишь и говоришь, ну мне понравилось, подзови ее, давай ты. Поехали. Все, отлично. Ну это сработало. Ну да, я же села и смотри, я еду в карете, значит, с красивым, брутальным, кареглазым парнем. Он еще и с бородой. Обожаю парней с бородой. Да. Засмущалась немного, извиняюсь. если что, на меня это работает. Я вообще, мне нравится. Я рассказывала очень интересную и жизненную историю, свою. Да. Мы едем в карете. Узнала, что женщину зовут Татьяна. Очень приятная женщина. Мне было с ней интересно пообщаться и, в принципе, познакомиться. И знаешь, мы едем что-то, веселимся, разговариваем. Сидит парень еще в очках, красивый. Ну так вот, не разговаривал с тобой. Знаешь, так я и не о тебе говорю. Я рассказываю свою жизненную историю, а ты меня дослушать не можешь. Не, не, я говорю, просто мне интересно по пути вопрос задавать. Давай. Ну да. Парень с тобой разговаривал или только женщина с тобой разговаривала, пока вы ехали? Он снимал, снимал, все время делал контент. А что? Он ничего себе под нос не бормотал? Типа, я еще умею, ну ничего? Нет. Он, знаешь, знал себе цену, как бы даже ничего не говорил. Все, хорошо. Просто снимал. Ну вот, а я общалась с Татьяной, у нас было много общих тем для разговора. Мы едем и тут в моменте я вижу наши кареты пересекаются одна с другой. Вот просто вот так. Я смотрю вот так напротив, снимаю, значит, очки и вижу напротив такая же карета. И в ней сидит не женщина, а мужчина с один в одним таким же парнем в карете сзади. Просто, как сейчас, вспомню, у меня чуть сердце не остановилось. Я думала, у меня, знаешь, в глазах троицы, я даже очки сняла. Типа, блин, такая, знаешь, хоп, и сняла. Точно такой же парень. Прямо один в один и тоже в черной майке, в очках, и я такая смотрю, и тоже в карете на заднем сидении. Как будто, знаешь, я смотрю сквозь, вот сквозь смотрю и вижу себя в отражении, только в той карете меня нету. Как будто, знаешь, меня этот ударило, я такая с небес такая, прикольно. Ну да, понимаешь? Хорошо, и что происходит? Фух, смотри, что было дальше. Да, мне это интересно. Мы приехали на пляж, и я просто понимаю, что они близнецы, господи. Да, то есть тебе не показалось? Нет, они настоящие, они одинаковые. Мы еще тогда прям в этом сучь-парке сделали фотку вместе. Я думаю, надо запечатлеть этот момент. До сих пор где-то в паспорте валяется. Почему они тебя взбесили? Да, в смысле взбесили? Я просто боюсь близнецов. У меня, знаешь, фобии такие есть. Да, что типа два человека и такая, это странно. И они еще одинаковые. Знаешь, в чем прикол? Я после стала общаться, ну, думала с одним, а оказалось, что нет, я их путала, и они путались специально. Да, мы поняли вместе. Ну, так вот, знаешь, вот такая вот история. Хорошо, а как ты понимала, когда тебя обманули? Уже после того, как ты попуталась или до попутала? А все произошло именно тогда, когда у меня начались полноценные серьезные отношения, я назову так. Подожди, ты встречалась с одним близнецом, а потом они запутались? Нет, они не путались с тобой, понимаешь? А, ну, ты запуталась. Да, я такая, блин, погнали плавать. Даш, ты че, ты че меня трогаешь? Я тебе не Андрей, и вот так чуть не утопил меня, и я такая, понимаешь, чем прикол? ну все, я выкупил. Ну, я не могу тебя здесь поддержать, потому что я никогда в жизни не встречался с близняшками, никогда в жизни, у меня такого не было. ни нос не стоит, да. Да, да, не, хотя нет, почему, я у меня, ну, когда я в детском лагере был, я тогда познакомился с девчонкой, не вчера я был в детском лагере, что вы, я когда был маленький сам, там были две девушки, очень красивые, они были близняшки, и в целом, у меня не было грустных воспоминаний. Бесят безответственные старые мужики. Что-то еще было? Еще есть культурные. Не культурные или культурные? Ну, у меня написано культурные, может быть, опечатка, ты, наверное, не культурные имела в виду. Да, я хотела сказать, что меня бесят неуклюжие, неответственные, неряшливые старые мужики. Уууу, айс. Так, хорошо, а у тебя какая-то история с этим тоже есть, связанная, да? У тебя есть какая-то история связанная. История? Ты хочешь все, да, послушать? Да, в этом прикол-шоу. Ну, так вот, слушаем от Дарьи Платонова историю. Да, должен отметить, ты очень обаятельно рассказываешь, правда? тебе нравится? Ну, искренне, по крайней мере, это точно. Ну, это же настоящая моя история. Так и есть. Давай, пожалуйста, мне интересно. Ну, так вот, пытался один мужчина добиться моего сердца, у него это так и не вышло. Да. Ты сейчас... должно быть. Типа, давай, не вышло. Ну, так вот, почему? Зато у меня все вышло, он посидел. Я его посадила. Ты посадила в тюрьму этого мужика? И ты счастлива? А, подожди, ты посадила чувака за то, что он старый? Да, и... Нет, ему было только 40. А что произошло? Дальше 35 с хвостиком. Расскажи, это невероятно интересно. Что? Это очень интересно. Ну, так вот, пытался он добиться моего сердца, он ухаживал, он был настолько назойливый, что он даже с аэропорта меня встретил. Да? А ты против была? По-моему, неплохо. Я такая думаю, ну, окей, ладно, можно встретить. Да. Да, он встретил, но все хорошо, ладно. Так потом его было настолько много в моей жизни, что он мне писал, звонил, звонил, писал. Типа я уже такая, а вот, мне неинтересен, чувак, отстань. Даш, съемки, погнали, съемки, съемки, там, пытался раскрутиться, знаешь, типа блогер, Аис. Аис. А, ты его имя периодически повторяешь? Нет, вообще забудь, кто это такой, мы его не знаем, ведь он уже давно там, я не знаю, где-то, что с ним случилось. Такой старый был? А? Такой старый, что ты уже... Нет, в смысле, говорю, что, дай, вдруг с ним что-то, говорю, надеюсь, у него все хорошо. все, все, без проблем, хорошо. Да. Ну, так вот. Он был очень назойливым. Да, и он хотел, чтобы я, снималась постоянно в его проектах, шоу, но он мне был настолько неинтересен, у меня, моя жизнь была полна и насыщена моими тренировками, что я никогда их не пропускала, и это для меня, знаешь, табу, ну, не пропускать тренировки, для меня это очень важно. У меня, то есть режим, понимаешь, три, три через один. Я не спорю с тобой, да, да, ну, кстати, это и видно. А он хотел, понимаешь, испортить мой режим, и постоянно звонил мне, я бегаю, у меня кардио, 40 минут, после у меня игра в теннис, то есть накатами, а потом становая и основная тренировка, то есть основной жим, там, приседания, приседания, фух попал, хорошая, да, плечи, плечи, искакалка обязательно. Ну, так вот, но он мой режим пытался сбить, вот, постоянно, ну, так вот, у него это не вышло, вышло, точнее, так хорошо вышло, что вот, что с ним случилось, вам всем интересно, да? Да, мне очень интересно. Да, знаешь, состоялась все-таки съемка, я не приехала на эту съемку, и после этого я узнаю во всех прямых эфирах, ютубах, и мама мне такая, алло, Даш, какого, посмотри эфир, я не понимаю, я же такая, мама, знаешь, в курсе, а я не думаю, чё такое, прости, пожалуйста. Не, на меня не попало. Я открываю, значит, весь город в курсе, все нетипички, там, все опубликовали, а я до сих пор не знаю, я же открыла, думала, акцент, конечно же, был на мне, а я не знала. Прости, маленькое уточнение, о чём вообще речь? О съемках, где не участвовала. Да. Ну, так вот, знаешь, что с ним случилось? Он пришел на суд в трусах, да, идиот, правда? Ну? На суд пришел в трусах? Я сейчас серьезно, этот мужик, он пришел в трусах, это все снималось, это знали и видели все. Подожди. Да. Ты вызвала его в суд, да, это было общее мероприятие, его судья выгнала, и выписала ему штраф за это. А может, он специально пришел, типа, все забрала, трусы одни вот остались, я бедолага по жизни. Что, было бы, что забирала. Шучу. Да, 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 а ты, ну, как бы, реально все забрала у него? В смысле? Я ему просто дала усмирительные работы, он работал на тракторе, и его лишение прав продлили еще на полгода, и также выписали штраф. Но, как знаю я, он как-то откупился, вот. Трусами чем еще? Ладно. Хорошо, а усмирительные работы, они в чем заключались? Да работал он где-то на грядках, знаешь? На грядках работал? Да. Слушай, тебя лучше не злить, потому что может все закончится. Плачем. Да? Итак, Блиц, поехали, Мар. Гороскопы? Нет. А ты должна, ты должна говорить либо да, либо нет, хорошо? А, да, ну, это для обоих одновременного вопроса. Блин, давайте заново, Марат, погнали. давай заново, давай заново. Гороскопы? Нет. Ночные тусовки? Нет. Музей? Да. Рыбалка? Да. Нет. Ты что, опаздываешь? Хорошо. Арбуз? Да. Турецкие сериалы? Нет. Оценивать другие пары по внешности? Да. Кремовое пальто из Эчин Дэм? Блин, нет. Фильмы Марвел? Да. Дружба с бывшими? Нет, нет. Нет, нет, нет. Тупак Шакур? Да, три раза. Поздравляю. Подожди, она не сказала. Тупак Шакур. Нет, да. Что? Тупак Шакур. Пропустили. У меня есть решение. Давай. Хорошо, все. Спасибо большое, Марик, спасибо большое. Субтак Шакур. Да, Смотри, сейчас нужно воспользоваться вот этими табличками. На одной из них написано «да», на другой написано «нет». Твоя задача сейчас понять, хочешь ли ты обменяться телефонами, понравилась ли тебе наша беседа и совпадаем ли мы с тобой по вещам, которые нас бесят. Окей? Да. Когда примешь решение, только покажешь залу, то есть мы это сделаем на счет три. Хорошо? Хорошо. Отвернись, не смотри. Я не смотрю. Кто хочет в эту сторону? Покричите. Типа вот так. Если вот эта карточка, то просто поаплатируйся. А вам не нужно знать. Ты хочешь, чтобы наугад? Просто я хочу, чтобы они мне помогли проголосовать за эту «у» и за эту просто поаплодировать. Хорошо, вот за эту. Подождите, я поднимаю правую сторону. А если левую сторону? Ну, у тебя будет левая. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, у меня будет свое мнение. Она просто использует нас. Ну ладно, ладно, хорошо. Хорошо, все, все, давайте, 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 ладно, все, давайте. На счет три, да? Раз, два, три. Круто! Спасибо тебе большое, что ты пришла. Все, так, никого нет? А, Марик идет, все, окей, сейчас поможет. Хорошо. Да, окей. Так, по-моему, неплохо идем. Иди, уходи, я тебе потом поговорю. Стретьим на сцене Лиза! Привет, Лиза. Привет. Спасибо, что пришла присаживаться. Спасибо, что позвали. Да, как тебе стул? Мягко, тепло, тепло. Тепло. Подготовили, спасибо. Выглядит, вообще, прекрасно выглядишь. Костюм, все дела. Ничего себе, какой-то тринити-эффект, я бы даже сказал. Хорошо. Бесят эмодзи тебя? Да. Как? А, подожди, а вот этот, который типа вот так ручки делает парень? Я им пользуюсь раз в восемь в день. Это кринж. Кринж? Это кринж. Смотрите на канале Хуга. Это реально кринж. Прямо у меня. Давай. Бесит меня эмоджи. По большей части вот эти вот огонечки, вот эти сердечки, вот это вот все. Потому что парни их очень неоднозначно используют. Так. То есть, мне кажется, мы вообще сейчас привыкли к тому, что мы придаем какое-то большое значение вот таким штукам, как лайки в инсте, огонечки. Вот. И когда кто-то присылает тебе такую штуку, ты думаешь, блин, это любовь. Он прислал мне стикер с сердечком. Так. Но он любит точно. Да. Точно любит, сто процентов. Ну, сердечки парни мне... парни сердечками не раскидываются. Ну, если сердечки уже начались... Вот так кажется, а вот парень скидывает сердечко, думаешь, все, мы будем вместе. Да. Там уже свадьба в голове, уже дети, уже все придумано. Да. А потом раз, и он что-то это, и с другой девушкой что-то это мутит. Неоднозначно используют эмоджики. Вот. Ну, тут я бы не сказал, что это прям, что меня... Нет, эмоджи тут не соглашусь с тобой. Они меня столько раз выручали. А скобочки, боже мой, скобочки, я им обязан вообще всеми своими подростковыми свиданиями. Много скобочек, я добрый. Ты что, я не пошлый, я же скобочки. Все. Скобочки же это ирония, нет? Не-не-не, скобочки это... Короче, надо просто провести тебе правильные, как мы, парни, видим эмодзи. На самом деле, скорее всего, проблема в том, что мы все по-разному их видим. Вот смотри, сердечко, да, эмодзи. Если цвет сердечка меняется на черное, типа, то это, типа, я очень стильно тебя люблю. Типа, я черно тебя люблю. Если оно красненькое, то в целом это, типа, как лайк. Розовенькое, не общайся с ним. Это странный тип. Да, да, да. Какашка, какашка. Про персик, про персик и брызги объяснять или ты понимаешь? Понимаешь? Все. Здесь все понимают. Тут у нас разочтений нет. Да. Мыть персик. Мыть персик, все понятно. Мыть персик в целом. Ну и вот, главное, что я тебе объяснил сердечками. Так, и у тебя есть еще, боже мой. Но это сейчас прям все начнут, мне кажется, стой, аплодировать. Последний пункт. Бесит Америка. Да. Ну, ну, пропагандовно рассказывай. Что это с Америкой не то? Ты пинут? Ладно. Да. Давай, что-нибудь. Короче, с Америкой история есть. История первой любви. Вау, серьезно? Да, да, да. У меня еще малышка была. Значит, начала встречаться с парнем. Так. Тоже все супер было. Так. Все супер. Ему нужно было в Америку улетать. Учиться. Как круто. Да, я тоже думала, блин, круто, у меня парень в Америке будет. Но он туда с сестрой полетел, моей. Что? Что? Ну, в смысле... В следующей серии. Такая реакция в зала. Ну, нет, здесь не было подозрений, потому что, типа, меня изначально она с ним познакомила. Мы в компании. Да, ну и самолет он садился без стойка, как бы. Ничего вообще, да. Да, да, да. Ну, да. Вот, и, короче, значит, ну, все нормально, ничего не подозревала. Такая, мы друг другу доверяем, все классно. Отношения на расстоянии, вообще, вау. Ну, я тогда думала, что это окей. Ну, он же в Америке. Ну, да. С сестрой, она присмотрит за ним. Это, ну, парень в Америке лучше, чем парень с тобой, там... В текстильщиках. В текстильщиках. В текстильщиках, да. Справедливо. А сестра призналась или она до последнего дня видит, что ничего не было? Не, она призналась, он молчал. А сестра родная? Сводная. Сводная. Ну, это уже можно. О, ну, это как уже прям даже название ролика. Парень изменился с водной сестрой. Очень по-американски, я бы сказал. Да. Ну, просто ты не понимаешь, что ты немножко отстаешь в России, а в Америке это как бы все... То есть, если два человечка, они как бы, ну, пришли пересечься, то как бы в этом счет, ну, как бы ты должна понимать. Я очень надеюсь, что он так это объяснял. Слушай, ты не имеешь права расстраиваться, потому что это наша личная, наши писи. Я не делаю лучше, да? Ладно, хорошо. Америку, ты думаешь, все-таки Америка виновата, да? Да. Ты думаешь, этого не произошло бы в текстильщиках? Нет. Ну, уверенно максимально отвечаешь. Хорошо, я в шоке. Даже как-то немножко, знаешь, я вот в шутке шутками, но это неприятно. Да, да. Они хотя бы вместе, у них все окей? Нет. Ты все для этого сделала? Скажи в глаза, что ты все для этого сделала. Я все для этого сделала. Я стала роскошной девушкой. Да, да. Нет, это круто, кстати, я считаю. Вот я поняла, что в плохих отношениях всегда плюс есть. Да. Потому что ты из них выходишь, думаешь, ну я сейчас вообще стану соской. Я сейчас всех выиграю, все сделаю. Да. Мне кажется, отчасти я вот чего-то, что добилась, это чисто вот из-за токсичных отношений. Поаплодируйте, если считаете, что перед вами... Вы что, зомби? Я не договорил ничего. Я в шоке. Я хотел сказать... Поаплодируйте, если считаете, что перед вами сидит классная соска. АПЛОДИСМЕНТЫ МОЛОДЕЦ! 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 Спасибо. Да, отлично. Мне очень нравится. Америка, прости, не могу согласиться. Мне никто не изменял в Америке. Я, честно, я ездил делать визу в США относительно недавно. Я поменял 20 перелетов, переплатил кучу денег, полетел в Загреб. Меня подготовили, за это тоже надо заплатить. И я приехал на собеседование. Там, прости, детали, но у меня была с собой сумка на поездное. Знаете, эти сумочки такие, которые раньше продавщицы, теперь все чуваки. И вот я с этой сумочкой... Короче, я пошел в посольство. В американское посольство. В Загребе. И я захожу туда, тебя всего как бы обыскивают, чтобы ты с собой ничего не принес. И у меня сумочка. И как бы это обычный сеттинг, я в ней не лазил. Только один карман всегда активный, все остальное типа. И у меня там было, наверное, 20 с лишним презервативов в одном из карман. Да, да, чистая правда. Я не знаю, как они там собрались. Наверное, потому что не тратишь их, блядь, поэтому собрались. Ну, короче. И вот у меня просто горсть презервативов. Как будто есть пират мармелад с презиками, знаете. И я туда зашел, вот так их набрал и везде их вожу по миру. И я забыл. И у меня там набор, чистая правда, 24 презерватива. Дирол и духи-пробник из этого, Ривгош. Вот, это мой набор. И она начинает невероятно сильно смеяться, которая досматривала мою сумку. Она такая, ну вы типа из России, конечно, просто, что вы за персонажи. Подушилась моими духами. Она говорит, у вас духи классные у всех у русских. И я такой, как приятно. Теперь я русский. Отлично. Хорошо. Скажите это всем риэлторам в Москве. И все, я пошел на собеседование. И буквально за две минуты она мне сказала, unfortunately, we can't give you visa right now. И у меня просто мои вот эти все перелеты из Стамбул, вот это... Вот это все автобусы, вот эта вся херня. И просто за две минуты мне отказали. Но сказать, ну да, было обидно, но чтобы я прям всю страну... Нет. Я думаю, что когда-нибудь однажды мы все подружимся. Все поумнее, мы подружимся. Да, вот так я сказал. Хорошо. Итак, Блиц. Дружба с противоположным полом. Нет. Да. Безобидный флирт в кофейне. Да, конечно. Флирт круто. Выкладывать фото в купальнике. Да-да. Ну, не я, но они, да. Играть в видеоигры. Да. Увеличение груди. Нет. Ну или да. Не знаю, блядь, живо. Да, да. Хорошо. Читать переписки партнера. Нет. Нет, нет, конечно. Оценивать другие пары. Да. Звездные войны. Нет. Нет. Инстасамка. Да. Нет. Доширак. Да. Нет. Итак, вы сошлись. Да, нет, нет, хватит решения принимать. Гойка. Ты ничего не решаешь. Гойка. Вы сошлись вообще. Гойка. Чего бы ни говорили, у тебя уже плав был, я понял. Знаешь, как он тебя представил? Он говорит, сейчас будет девушка, она разъеб. Так что, так что мне кажется, я знаю с кем. Хорошо. Сейчас мы принимаем решение исключительно основываясь на наших с тобой общих раздражителях. Хорошо. На счет три. И, блин, ладно. Хорошо. Сейчас я пока должен сделать все манипуляции. На счет три это делаем. Я не смотрю, ты тоже выберешь, что ты хочешь. Да. Хорошо. 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 Ну ладно, окей. Блядь! Сам придумал и мне просто плохо. Хорошо. Ладно. Все. Давайте на счет три. Да. Мы типа вскрываемся. Хорошо. Давайте раз, два, три. Поехали. Да? Все? Отлично. У меня тоже, да, отлично. Круто. Классно. Давайте поаплодируем Лизе, ребят. Да, спасибо тебе большое, что пришла. Это тебе приятно познакомиться. Еще раз давайте поаплодируем. Пока. Спасибо. Увидимся еще. Так, все. Окей. Да, я сейчас подведу итоги. Скажу большое вам спасибо, что отсидели. Правда. Было не так быстро, но, по-моему, весело. Согласитесь? Да. Что? Я, по-моему, тут кое-что потеряла. Это ты кинула цветы? Кто? В меня кинула цветы? Я? Да. Ничего не делала. Почему? Спасибо большое, Марат. Ты был очень полезен сегодня. А что, подожди, ты... Знаешь что? Я люблю петь, хотела сказать, кстати. И я классно рисую. Я графический дизайнер и портретист. И скоро я буду танцевать и петь. Да. Как круто. А можешь петь? Ну, реально, можешь петь? Да, да, да. Ты уверен? Ну, пока что я танцую. Ты танцуй? Да. Хорошо. Так, ладно. Кстати, хотела бы всех поблагодарить. Да. Хотела бы всех поблагодарить и сказать огромное спасибо, что вы меня сегодня поддерживали. Мне это правда очень приятно. Да, да, да. Тебе спасибо, правда. Я просто не понял, это Марик кинул или ты цветы бросила? Какой Марик? Ты, ну ладно, а можно я тебе цветы подарю? Можно. Можно? Вот это тебе. Ооо. Да. За танцы, реально, танцуешь круто. Ну вот. Да. Да. Ну, сейчас обед закончится и пойдем, наверное, да? Да. Давай в камеру вместе смотреть вот так. Да. Да, на самом деле, давайте поаплодируем, проводим, да. Все, Марик, помогите. Марик. Мне очень понравилось, было весело. Ну, мне кажется, это интересно, потому что вы узнаете друг друга с других сторон и не показываете себя, какие классные вы. И, ну, это было интересно очень. Мне понравилось. Ну, что расстраиваться? Ну, первый раз друг друга видим, мне стало... Ну, человек меня заинтересовал, да, поэтому я сказала, ест. А если, по-моему, поднял, нет, ну, это его выбор. Мне очень понравились его шутки. Я обожаю юмор, я сама стивусь по сенсу со своими родителями, со своими друзьями. И для меня это очень важно, потому что если у человека не чувство юмора, ну, извините, мне будет неинтересно с таким человеком. Мало времени? Мне кажется, он меня хотел выгнать побыстрее. Он такой, у нас мало времени? Давай, там следующий вопрос. Я такая, в смысле? Мы не договорились. Ну, если с этим не сложатся, то я обязательно приду. Подписывайтесь на меня, Лиза Лабенская. Лабенска ОА. Я буду рада новым подписчикам. Мне все понравилось. Спасибо за приглашение. Но, если честно, я думала, он меня не выберет. И я просто, ну, то, что я выбрала. Я думаю, что идея классная, потому что у каждого есть истории, которыми хочется поделиться. Они смешны, это весело. Это прикольно. Да, подписывайтесь в инстаграме «Элина», нижнее подчеркивание «Милкс». Приходите на процедуры, я всех жду. Мне, в принципе, понравилось. Вот. Мне кажется, ссоры, они сближают людей. И мне кажется, что порой нам нужно чаще ссориться, чтобы осознавать многое и понимать в своей жизни, когда мы поступаем правильно, а когда нет. Поэтому я хочу сказать сейчас, чтобы все всегда стремились только к лучшему, и на все свои желания и мысли, которые у них были в голове, либо возникали, говорили «да». Один раз мне уже сказали «нет», но после продолжили со мной общение. В эфире «Давай поженився», сможешь увидеть самые интересные кадры. Переходи, подписывайся на Платонову Дарью, там очень много интересного. Мне понравилось. Было легко. Было легко, прикольно. Можно было говорить вообще, я не стесняюсь. Приколы накидывались, мэйч был, все супер. Мне понравилось, что, несмотря на то, что у нас с ним были разные точки зрения, несмотря на то, что меня бесило то, что его вообще не бесило, все равно мы находили какой-то компромисс через юмор, через обсуждение. Получалось классно. Мне кажется, только негатив изближает. Мне очень понравилось. Было сильно непросто, самый отвратительный момент, зачем мы вообще придумали с этими табличками. Было сложно, мне кажется, я справился, я постарался быть максимально честным. Я очень благодарен всем девчонкам, которые пришли. Надеюсь, вам тоже понравится формат. Если понравится, дайте мне об этом знать. Напишите в комментариях, кого хотели бы видеть в кресле вместо меня или опять меня. В общем, любое ваше мнение, оно очень ценно. Я к нему прислушаюсь. Спасибо вам большое, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось.